Всем привет-привет! С вами снова Татьяна Рима и снова мы увидим вещи из нашего пункта. Мы заговариваемся, это уже третье видео, это уже первое видео, поэтому язык заплетается, ноги уже не стоят. Из пункта выдачи Фоберлик, город Краснодар, Героя Ицкого, 28. Як-то еще не знала, что мы тут есть, приходите. Будем рады всем. Кстати, в последнее время наблюдается интересная тенденция. Ты пока открывай коробку, я расскажу. Люди пишут в личку и говорят, вот видела, что у вас есть пункт выдачи и у меня там знакомая подружка, сестра, мама, брат и так далее, живет в этом районе, хочу на вас оформить свой заказ. Можно так? Можно, оформляйте. Заказ мы отдадим, если человек приходит и называет фамилию, на кого заказ оформлен, ну и если необходимо, то номер заказа. Вот, и все выдадим. Оформляйте, мы будем только рады. И приятно то, что благодаря Ютубу люди узнают о том, что есть такой вот пункт выдачи на Героя Ицкого, 28. 28. Блин, ненавижу, когда вещи приходят в таких пакетах. Я ненавижу. Они всегда на себя всю пыль из машины собирают, их так неприятно в руки брать. В руки брать неприятно одно, а когда вскрываешь, есть вероятность того, что можно почикать одежду. Да. И уже не получится сделать возврат заказа невостребованного, то есть уже только через примерочную претензию. То есть по-любому оплачивать доставку придется. Так бы, если в коробке пришло, можно было бы обратно коробку запаковать аккуратно и провести по документам, как невостребованный возврат, то есть якобы человек за этим заказом и не пришел в пункт выдачи. В таком случае можно оплатить без доставки, ой, вернее, вернуть без оплаты доставки. А когда мы делаем как примерку, то, к сожалению, в системе автоматом спишется доставка такого заказа. Это не очень удобно, естественно. Ладно, когда автозаказом пришло и доставка 9 рублей, а может же быть и гораздо дороже. А еще зоны доставки бывают разные. Мы в первой зоне находимся, у нас самая дешевая доставка. Есть же вторая, третья, четвертая зоны. Вот представьте, да, одну вещь померял, и там вот где на Востоке, на Дальнем Востоке, 600 или 700 рублей заплатил с примерки, ну, за доставку, ну, бред. Вот, поэтому, да, пакеты. Меня это сильно не расстраивает, почему? Потому что у меня заказ этот уже оплачен, и, скорее всего, юбка эта останется. Правда, камера опять искажает. О, да. Вообще бордовый-бордовый, а в камере она какая-то вообще какая-то красная. Да, да, да. А что у тебя же камера? Она сегодня все цвета не так передает. Да, конечно. Ну, кстати, мне нравится цвет, который в камере получается. Интересно. Он прям красный, темно-красный. Да. А на самом деле он бордовый. Фактически, да, бордовый. Вообще прям сильно искажает. Вообще сильно, да. Нравятся мне эти юбки. Я уже себе такую одну купила в салатовом цвете. В мятном. И в черном у тебя была до этого, да? А, давно-давно покупала в черном. Но в черном она у меня на размер больше. И она мне немножко стала уже как широковато. А в этот раз я заказала ее в меньшем размере. С учетом того, что она еще подтянется, потому что ФБшная же. Вот. Ну, не знаю. Наверное, в конце померяю. Не сейчас, не в начале распаковки. Я просто вам показала. А, у тебя там еще... У меня же там еще, да, другое. Баночки, бутылочки, флакончики. Трикотажная юбка для женщины. Бордовая, 46 размер, 100% хлопок. Вот. В конце может быть в примере. Что значит может быть, да? Тебя это не похоже. Мопыть, мопыть. Татьяна уже устала. О, шампунчики, про которые мы сегодня говорили с клиенткой. Да, сегодня как раз у меня спрашивала. Это та клиентка, которая у нас сегодня примеряла кроссовки. В пункте выдачи. Она как раз... А, нет, это не она, другая. Вот, я же думала, другая клиентка. Перепутала, другая. Да, другая женщина спрашивала. Та, которая сначала про лотерейку нашу беспроигрышную сразу реагировала. Ой, нет, 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 нет. А последнее время стала приходить и спрашивать. А может быть все-таки, да? Сначала люди боятся. С лицом в кадр появится. Может быть так потихоньку и созреет. А потом в каком-то моменте, да. Да, вот она как раз спрашивала у меня про вот эту линейку. Я сейчас, собственно говоря, ей и пользуюсь. Этой линейкой. Но заметила, что она что-то стала стремительно быстро заканчиваться. Потому что, ну, я не одна ей пользуюсь. И мне еще... Мы со снохой, короче, вместе пользуемся этой линейкой. А, ты имеешь в виду, баночка быстро заканчивалась. Да, сама продукция внутри, да. Я думала, на складе быстро заканчивается. Не-не-не, дома, именно дома. Вот. И я решила заказать еще. Мне тоже понравилось, честно сказать, вот эта линейка. Это ты два шампуня? Тут шампунь и бальзам. А, шампунь и бальзам. Ну, шампунь же обычно быстрее, чем бальзам расходуется. У тебя и бальзам заканчивается? Ну да, как-то у меня они почти одинаково заканчиваются. Да, у меня всегда бальзам дольше живет. Не знаю, может, ты экономишь на бальзаме, когда наносишь на голову? Нет, я не экономлю точно. Экономия и рима – это несовместимые вещи. Ты что, меня плохо знаешь? Не знаю тогда почему. Ну, потому что я шампунчик одобряче наливаю. А бальзама мне хватает немного, потому что волосы-то у меня, кожа головы жирная. Соответственно, мне прям чуть-чуть на кончики надо. Я макушку не промазываю. Ты мажешь кончики? Корни верни волос. Я полностью наношу на все. Вот, а мне, если я так сделаю, будет сальный блин на голове. Ну нет, у меня сальный блин не будет. Мне как раз будет то, что надо. У меня волосы не сухие, поэтому... Очень довольна этой линейкой, если честно. Шампунь, не помню здесь какой. Непрозрачный, да? Непрозрачный. Все такое нежно-нежно такого цвета. Перламутрового. Светлый перламутровый. Белый перламутровый. А с розовой полоской у нас розовый. Тоже кремовый. А который с желтой полоской, ценный масла, он идет прозрачный. Он чуть-чуть легкая-легкая какая-то голубизна присутствует в нем. В бальзаме. Шампунь получается белый, перламутровый. А тут чуть-чуть-чуть голубизна. Когда вытавливаешь прям побольше в ладонь, пахнет приятно, что с голубеньким оттенком. Запах прям классный. Да, мне нравится. Вообще, эта линейка просто суперская линейка. Вот это соломкие. И масла, и с кератином. Единственное, что вот масла, когда я раньше пользовалась, ну, ценными маслами, я не могла использовать и шампунь, и бальзам. У меня получался передоз на голове по жирности. Вот. Я обычно пользовалась другим шампунем, а бальзам был у меня вот ценные масла. Потому что, когда и шампунь, и бальзам, для меня это было, ну, передоз по жирности. Волосы, ну, мне не нравилось, как выглядели после мытья. Вот. А у кого-то ничего нормально. И это... От волос зависит. Идет бессульфатный шампунь. Поэтому волосы, если вы с другого шампуня перестраиваетесь на этот, должны немножко привыкнуть. Я встречалась с жалобами, как раз на желтенькой полоской, на ценные масла. Один раз женщина помыла волосы этим шампунем, и пришла, сказала, что он вообще не промывает волосы. На самом деле это не так. Нужно, чтобы волосы привыкли к бессульфатному шампуню. То есть, буквально несколько раз, там, недельку потерпеть, помыть, и потом волосы привыкнут, и вы поймете, что, ну, нормально все, шампунь промывает. И разницу увидите. Да. Мне тоже нравится эта линейка. Я ее раньше покупала, но в последнее время у меня в любимчиках серия Эксперт светло-зеленый такой. У тебя он давно в любимчиках? Когда он вышел, да, я его попробовала и все, на него пересела. Он мне просто идеально подходит. Ну, я тоже раньше им пользовалась, если честно. Он, ну, действительно, серия Эксперт вообще очень тоже хорошая серия. Очень хорошая. И она очень хорошо пользуется спросом, ее прям хорошо берут. Да, часто мы ее видим в заказах у людей. Поэтому я бы не сказала, что она нам, ну, как-то сильно хуже, чем вот эти шампуньки. Но это как-то ближе все-таки, наверное, к такой профессиональной истории всей линейки. Именно вот эти вот шампуньки. Для меня еще удивительно, что в заказах у людей мы очень часто видим товары из серии Ботаника. Серия, которую я вообще не воспринимаю, не люблю, мне она не подходит, не нравится. Но ее очень часто берут. Вот очень часто она есть в заказах у людей. Я думаю, наверное, руководствуется прежде всего тем, что там цена бюджетная. Ну, реально многие берут. И гели для душа из серии Ботаника часто прям идут. Что там, пена для ванны, шампуни. Вот это вот. Все часто встречается. Я хочу сказать, что гели для душа неплохие у серии Ботаника. Да вообще, в принципе, серия Ботаника неплохая. Я когда-то одно время прям тут же сидела конкретно на серии Ботаника. И моим волосам она тоже хорошо подходила. Эта серия. Она, как это объяснить? Она дает объем волосам. Эта серия. Но она хорошо подходит тем, кто не моет волосы каждый день. Если вы моете где-то хотя бы два раза в неделю, а лучше один раз в неделю, то да-да-да. Так, если вы из тех людей, которые волосы моют каждый день, то лучше не выбирать серию Ботаника. Она будет подсушивать ваши волосы. Либо тогда лучше ее совмещать с какими-то хорошими масочками или бальзамами. Чтобы была компенсация вот этого подсушивания волос от шампуни. Чтобы маски или бальзамы компенсировали вот это подсушивание. Тогда можно. Вообще, сама по себе неплохая серия Ботаника. Несмотря на то, что она, наверное, самая бюджетная у нас в Фаберлик. Я просто почему говорю? Потому что сама в продолжительное время пользовалась раньше ею. Она мне тоже отлично подходила. У меня тонкие волосы. И она хорошо придавала мне объем в моей голове, на самом деле. И она... У нее там 90 с чем-то процентов природных ингредиентов в этой серии. После этой линейки волосы блестят. Вам сказать честно. Она вот прям какой-то, не знаю... Волосы какие-то как живые выглядят после того, как помоешь этими шампунями. Они прям такие какие-то объемные становятся. Я, честно говоря, не знаю, как это объяснить. Но мне нравился эффект от этого шампуня. И я прям одно время пользовалась серией Ботаника. Поэтому не хочу сказать, что это прям какая-то никчемная, негожая серия. Просто надо уметь правильно подбирать шампуни под свои волосы. И посмотреть на то, как часто вы их используете. И с чем можно их еще комбинировать. Я бы так, наверное, сказала бы. Так что с тобой я тут не совсем соглашусь. Не во всем. Как обычно. Как обычно. Ничего страшного. Хорошо, что у нас товары есть на любой вкус и цвет. Самое главное, на любой кошелек. Каждый может выбрать то, что ему ближе. То, что ему больше подходит. Ну да, там, кстати, и бальзамчик есть. Масочка есть сейчас в серии Ботаника. И бальзамчики там также есть. Я бы не сказала, что это прям вообще никудышная, никчемная серия. Просто надо правильно. Мне она не подходит. Ну, может быть, тебе не подходит. Ты же моешь голову каждый день. Да. Да, но я не только шампуни пробовала. Я пробовала эти... Скраб там, по-моему, для лица. Да, скраб для лица. Скраб там... Подожди, скраб разве есть в Ботаника? Какой-то скраб, да, будет. А, подожди, этот... Что-то там с гранатовой гвосточкой. Да, там очень хороший тоник для лица. Скраб. Запах мне вообще очень сильно не понравился, если честно. Но этого скрабика он прям какой-то вонючий. Вот. И он прям... Ну, там прям такие крупноватые крупинки. Он прям, ну... Для моей кожи не подходит вообще. Он прям как дерет мою кожу. Не щадящий, да, не щадящий. Крупные там частицы. Скраб, да. Скраб мне тоже не подошел. А тоник там отличный в этой серии. Я не один год, по-моему, использовала именно вот этот с гранатом тоник. Неплохой. Хорошо очищает лицо. Ладно. Ой, мы по-моему, опять улетели. Пороче, девочки. Запортались. Опять нас куда-то унесло. В общем, серия эта отличная, без СЛС-ная. Берите на заметку. Мультиколлаген. Она уплотняет сам волос. Из-за того, что волос уплотняется, вроде как становится как волос на голове больше. Такое ощущение. Вот. Волос он как напитывается, наполняется. И дает такой какой-то своеобразный... Но он не дает пушистость. Просто дает объем. Из-за того, что волос сам по себе уплотняется. Отлично. Мне понравилось. Так. Когда взяла своим мальчиком домой. Я обычно стараюсь брать вот этот. Он как-то так у нас в любимчиках. Это который три в одном. Шампунь-гель на душа. 380 миллилитров. Пахнет как бергамотик. Да, это тот, который Риме тоже нравится. Я тогда первый раз у тебя в заказе его увидела. И потом периодически для своих детей тоже его покупала. Передай. Нюх, нюх. Прям выраженный аромат бергамота. Поклассненький. Вот, кстати, чай с бергамотом я не люблю. Ой, а я люблю. Я вообще чай не люблю, но с бергамотом пью. Я наоборот чай люблю, но с бергамотом нет. Да, иногда мне перепадает. Если у Татьяны сын сходит в магазин и случайно купит не тот чай, купит с бергамотом. Они его раньше в мусорку выкидывали. Я говорю, зачем? Да. Отдавайте мне. У нас не пьет никто чай с бергамотом. Мы выкидывали прям, могли целую новую покупку выкинуть. Потому что никто не пьет. Зачем она будет валяться? Да, а потом Татьяна. Потом время предложила. Да, да, да. Я говорю, что я люблю, мне нравится. И все. Так что, если вдруг мы нечаянно ошибаемся и покупаем не тот чай, который пьем обычно, он сразу приезжает к Риме. Да, кстати, мои дети говорят, что это вкусный чай. Вот. И потом просят. А у нас дома никто его не пьет. Ни я, ни папа, ни дети. Вот так-так. Интересно. Так. Это у меня тоник. Не знаю, эту линейку я не брала никогда. Но я, собственно говоря, взяла его не себе. Взяла Анечке, дочери. Я покупала из этой серии Омега Хит гель для умывания. Ну, я не могу сказать, что он мне прям сильно понравился. Не могу сказать, что он меня сильно разочаровал. Но желания его снова покупать у меня не возникло. Он как-то быстро у меня закончился. Прям очень быстро. Пахнет неплохо. У нее заканчивается тоник для лица. Она говорит, мам, что-то у меня, по-моему, заканчивается. Давай мне пора уже заказывать. Я решила... Не знаю, чем пахнет. Решила попробовать взять то, что еще не брала ни разу. Тут прям его совсем чуть-чуть. 100 миллилитров. Кажется, прям такая маленькая. Мне нравится, как пахнет, если честно. Как цитрусовый, да, какой-то? Что-то на такое есть приятное. Цитрусовый, ну, ты какие-то. В этой серии хвалят очень этот крем, который идет универсальный, в такой банке. Круглый, который для лица и тела. Да, да, да. Для рук, лица и тела. По нему очень хорошие отзывы от тех, у кого руки сушатся сильно. Так, ну так, в принципе, тоник, как тоник. Тонизирует кожу, дарит ощущение комфорта и свежести. Подготавливает кожу к дальнейшим этапам ухода. Аня под крем, да, его использует? Аня вообще нерегулярно, если честно сказать, использует крем. Ну, как бы она молодая, еще 19 лет, и поэтому она кремом не всегда лицо мажет. Тоником пользуется, ну, регулярно, а кремом нет. Просто умылась, тоником протерла и все, да? Чуть-чуть как бы увлажнение получила, затонизировала. Вот, ну, не знаю. Я, кстати, тоже поглядала на вот эту баночку. Хотела взять себе попробовать. Ну, не знаю, тоже думаю пока. Ну, попробуй и дашь ей. Как раз определишься, понравился тебе или нет. Один фиг. Некоторые пишут, что крема из этой серии как плотноваты. Не знаю, мне трудно что-либо сказать, потому что я еще не пользовалась этой линейкой. Вот, она же тут идет с маслами, там, по-моему, кунжутовая, льняная. Ну, Омега, это же есть семинары. Вот, и пишут, что на холодный период вроде бы хорошо эти кремики. Ну, не знаю, не могу ничего сказать, потому что не пробовала. Вот, попробуешь и расскажешь. Ну, тогда это я попробую. О, что я вижу в реке у нее. Это я тоже для дочери заказала. Это сухой шампунь для темных волос. Я себе тоже такой один первый раз заказала. Впервые. В одном из свежих заказов он у меня был. И я его заказала себе впервые. До этого я заказывала, который идет просто для любых волос. С зелененькой полосочкой. Что я могу сказать? В чем разница? Разница. Ну, во-первых, разница в том, что если этот мы распыляем, то сильно белых вот этих пятен нету, быстрее можно втереть. Но этот шампунь сильнее подсушивает волосы. Я, по крайней мере, на своих волосах это заметила. Тот, который с зеленым рисунком, да, его надо будет дольше втирать, ну, чтобы его не было видно на волосах. Но он все равно, как промывает, наверное, не совсем правильно это слово, очищает, скажем так, жир вот этот, да, впитывает, забирает в себя. Волосы действительно выглядят свежее. Зеленым шампунем вот этим я могу пользоваться, допустим, там, один-два дня подряд. Если там ты в дороге или какая-то ситуация, воду, например, отключили, не можешь помыть ее, да. Вот зеленый меня сильно спасает. Вот этим я не могу два раза подряд. А он прям как-то более, что ли, какой-то сильнее очищает. Как будто для более жирных, что ли, волос. И вот я прям потом чувствую, после того, как этот шампунь, вот этот для темных волос использовала, такое ощущение, что у меня волосы прям как в паклю превращаются. Слишком пересушенные корни становятся. Ну, может быть. Но это именно на моих волосах так работает. Поэтому я больше вот такой брать не буду, а который с зеленым рисунком для всех волос, даже несмотря на то, что я, блин, как это там, брюнетка, да, получается. Все равно буду брать тот. Лучше я подольше повтираю, вот, но волосам как-то полегче. Не так сильно они пересушиваются. Вот такой нюанс. Ну, вот не знаю, я просто такой никогда не брала. Думаю, ну, возьму, пусть попробую. У нее как раз тоже темные волосы. Ну, посмотрим, что скажут. Вообще классная штука, спасает, если надо куда-то вот бежать, а голову, может, не успел помыть, или волосы как-то почему-то быстро зажирнились. У меня, знаешь, я заметила такую штуку, что если я заболеваю, то у меня волосы почему-то быстрее жирнятся. Вот когда ты чувствуешь, что вот-вот, вот, знаешь, как простыл, протянуло тебя вот такое какое-то, почему-то у меня прям быстро. Я не знаю, что там организм, наверное, начинает активно как-то бороться, и прям в корне сильно... Да, спотом же выводит все вот эти бяки, которые в тебе сидят. Ты потеешь, когда болеешь? Ну, может быть, да. И еще, когда зимой мы одеваем шапку, под шапкой тоже почему-то волосы быстрее жирнятся. И вот так можно, когда, допустим, ты пришел на работу, да, там, после улицы, шапку снял, на голове черти-чо, взял вот этот шампунчик, чуть-чуть попшикал, он и объемчик, да, за счет того, что корни волос подсушит, и можно быстро голову в порядок перевести. Так что это особенно незаменимая вещь зимой. Классная штука. Очень классная. Ну вот, доченька попросила, будет ей сухой шампунь. Так, ну, собственно, да, все в коробке уже все закончилось. Осталось теперь только для вас примерить юбку, показать, как же она на мне сидит. Так что я пока сейчас ставлю на паузу, надеваю юбку, тогда снова по вам вернусь. Так, мы вернулись, мы вернулись, я вернулась в юбке. Любимая юбка Татьяны, она у нее уже есть в разных цветах, в разных, в каком, в черном и в светло-зеленом. Ну, вязый такой, да, цвет. Да, и вот теперь бордовая. Камера врет, она не красная, она бордовая. Смотрится интересно в жизни. Только под другую какую-то кофту, футболку, да? Ты под футболку летом носишь, да? Ну, я вообще обычно весной ношу. Весна, осень. Ну, кстати, тут черная юбка, которая у меня есть, я ее... По-моему, летом ты одевала. Нет, я вот недавно в ней приходила, когда мы плакат с тобой вешали. Да? Мне почему-то казалось, что ты летом одевала. Ну, ладно, неважно. Любит она эту юбку, носит с удовольствием, поэтому не смогла мимо пройти. А когда увидела их в других цветах. Да. И в распродаже, небось, да, взяла? Угу. У меня еще была мысль желтенькую взять. Там они еще в желтиком цвете есть. Чего это ты? Ну, в общем, как-то так, девчонки. Смотрите. Тут, конечно, белые веревочки, которые не очень сюда как бы подходят. Я их тут вовнутрь заправила. Но это потому, что эти юбки шли... Их можно было заказать как костюмчиком. Там вот такие были худи. Тоже такого цвета бордового. И в них была белая отделка. Да, нитка такая. Что там можно было сочетать. Там была белая нитка, строчка. И в капюшоне внутри была белая. Вот. Поэтому сюда веревочку, собственно говоря, белую сделали. Ну, веревочка, это такое дело, которое либо она есть, либо ее нет. Скажем так. Можно убрать, и нет никакой веревочки. Татьяна, юбку уже даже оплатила, поэтому, скорее всего, ты ее возвращать не будешь. Что у меня тут летает перед носом? Юбка останется, поэтому юбка не обсуждается даже. Любовная любовь. Я вообще люблю такие всякие трикотажные вещи. Мне в них комфортно, удобно, мягко. Поэтому это однозначно моя вещь. И длина самая такая универсальная. Коленки прикрыты. Но при этом есть разрезики. Да. Ну, в общем, такая сегодня получилась у нас распаковка с примеркой. Это уже третье видео. Полноценное. Мы уже на издохе. Я уже на издохе. А еще у нас еще по времени еще нам тут быть и быть. Надеемся, что еще кто-то сегодня все-таки придет, и мы еще кого-то обслужим. Придет, конечно, еще время. Еще пол рабочего дня. Да, мы сегодня до пяти, а сейчас только, по-моему, начало второго. Так что еще работать и работать, правильно? Да нет, уже, наверное, не начало, уже на два. Пол второго. Что-то. 13-25, если быть совсем честными. Ну, все, мы будем с вами прощаться. Сейчас, может быть, еще каких-нибудь пару кусочков поснимаю для улога. А так, чисто отдельные такие видео на сегодня уже, наверное, все. Две распаковки, одна примерка. Все это увидите потом у меня на канале. Теперь дело за монтажом. Да, теперь надо все смонтировать, выложить, и тогда вы это все увидите. Так что, всем пока-пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok